Друзья мои, всех приветствую! Вы на канале Adam's Channel. В сегодняшнем видео я хочу вам показать инструмент, который поможет вам создать описание для вашего будущего рисунка. Допустим, вы хотите получить что-то похожее, скажем, на это. Допустим, да? Вот что-то похожее на это, но вы не знаете, как описать это изображение, то есть как создать описание. Ну, можно сказать, да, здесь два человека, парень-девушка в кинематографическом стиле, в киберпанк-стиле, они одеты в такие пальтошки на фоне там ночной город, неон и так далее. То есть вот так вы можете составить описание, да, но как это сделать грамотно, так, подобрав токены, слова, которые понимает Stable Diffusion, Вот как раз-таки для этой цели вам понадобится специальный инструмент, который называется Clip Interrogator. Давайте покажу вам, как его использовать. Есть вот такая страничка на Hugging Face, называется Clip Interrogator 2.1. Значит, что нужно сделать, чтобы получить описание изображения? Вот, допустим, мы берем с вами именно это изображение, переносим изображение вот сюда, далее мы можем выбрать режимы описания изображения. Best, лучший, классик, классический, fast, быстро. Далее мы можем регулировать количество токенов, да, то есть количество слов в описании. Чем больше будет значение, тем больше, соответственно, будет слов в описании. После того, как разобрались с настройками, нажимаем Исполнить. Нажимаем Исполнить и ждем. Через некоторое время, это буквально пару секунд, мы получаем вот такое описание к данному изображению. Давайте мы сейчас это все вот так возьмем и прочитаем. A couple of people standing next to each other, digital painting, trending on artstation, handsome face, and beautiful face, neon lights, photorealistic style, trending on artstation. Обратите внимание, что фраза trending on artstation, вообще-то должно быть artstation, да, видите, здесь ошибочка выпала. Это о чем говорит? Это говорит о том, что вот сам вот этот токен, trending on artstation, то есть трендинги в artstation, имеет два варианта. Один artstation, другой artstation. Если вы возьмете все это, скопируете и вставите в качестве текстовой подсказки в stable diffusion, то вы получите именно это изображение. Отнюдь нет, отнюдь нет. Это просто вам показан пример, что вот такое изображение можно получить, используя эти промпты. И, конечно же, нужно понимать, что если слова, вот они, видите, встречаются, да, то есть повторяются, вы можете какие-то из них убрать. То есть это как бы все похожие токены, соответствующие этому изображению. Вот этот клип-интеррогатор все это вот сюда дополняет, да, вот в это описание. И смотрите, чем больше у нас здесь будет значение best mod max flowers, я уже сказал, то есть больше токенов, то здесь появится еще больше каких-то разных странных слов. Типа вот по стилю такого художника, плюс по стилю еще такого художника и так далее, и так далее. Вы можете просто выбрать одного из них, можете выбрать микс и так далее. То есть это вам просто отправная точка. Это было описание для best. А теперь давайте попробуем fast, что означает быстро. Готово. И вот мы получаем теперь уже новое описание. Couple of people standing next to each other. Это у нас уже было, да, a couple of people. Blob and Andre Rabovitch by Galindara by Christopher и так далее. Видите, здесь уже перечисляются художники, которые рисуют в этом стиле или приближенно в этом стиле. Вот смотрите, cinematic, realistic, portrait. Вот это может считаться как один токен. Cinematic, realistic, portrait. Не, конечно, можно разобрать их на токены. Отдельно cinematic, отдельно realistic, отдельно portrait. Но если вместе вот это словосочетание, может дать вот такое похожее изображение. Итак, друзья, мы с вами познакомились с инструментом ClipInteragator, который создает описание к изображению. Не спешите покидать кинозал, потому что я сейчас вам покажу еще один инструмент, который вам тоже поможет при создании текстового описания к вашему изображению. Следующий инструмент называется PNG-info. Что он из себя представляет? Вы берете изображение, которое было сгенерировано в Stable Diffusion. Помещаете вот сюда. Помещаем изображение сюда и нажимаем исполнить. Приложение немного думает и выкладывает нам все фишки, все секреты, то есть весь промт, который был использован при генерации этого изображения. Тут нужно понять, что это не просто описание, а это те самые промты, состоящие из токенов, которые были использованы при генерации этого изображения. То есть не путайте ClipInteragator, который создает просто описание с PNG-info. PNG-info именно извлекает промты. Помимо промтов, он также извлекает и негативные промты, а также настройки при генерации. То есть какой был использован сэмплер, сколько шагов, какой был сид, размер изображения, какая модель. Все это вот здесь отображается, друзья. Но я должен вас предупредить, если изображение, которое вы получили в Stable Diffusion, ну или вы, или кто-то еще, да, получил Stable Diffusion, и вы хотите, вы забыли, какие вы там использовали промты, или вы хотите узнать, какие были промты, использованные при генерации этого изображения, но вы помещаете изображение в PNG-info, но он вам показывает вот такое. Parameters have been erased from this image or unsupported format. Это нам говорит о том, что это изображение было подвержено каким-то изменениям или пересохранению. Что это значит? Вот вы сгенерировали изображение в Stable Diffusion или кто-то еще другой. Вы это изображение открываете, например, в Photoredactor, или просто в просмотрщике, такой как XenViewer, например, и, допустим, вы пересохраняете этот формат. Допустим, вы уменьшили изображение, допустим, да, вот так обрезали, и теперь нажимаете Ctrl-S. Он вам говорит, перезаписать этот файл. Если вы нажмете «Да», то у вас этот файл перезапишется, и сотрутся все данные Exif, которые, собственно, и отвечают, который, собственно, и содержит в себе информацию о промте. В таком случае вы от этого изображения промты не получите. У вас будет вот такая надпись. То есть параметры были удалены. И как раз таки, друзья, в таких случаях вы можете использовать клип-интеррогатор, который, как вы уже поняли, создаст описание к изображению. Вот такие два инструмента, которые я активно и частенько использую. Ну что ж, друзья мои, теперь вы знакомы с двумя такими замечательными приложениями клип-интеррогатора PNG Info, которые вам станут незаменимыми помощниками при генерации изображений в Stable Diffusion. Так что пользуйтесь, друзья мои. Спасибо вам за просмотр. Если было интересно и полезно, поставьте лайк, напишите комментарий, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Ну и на этом все. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok